Трансгуманизм Хотел рассказать сегодня о концепции трансгуманизма. Трансгуманизм — это философское течение, которое в целом возникло достаточно давно. Основное развитие трансгуманизма получил, конечно же, благодаря научно-технической революции. Суть идей трансгуманизма заключается в том, что, применяя различные технические достижения науки, мы можем так или иначе сделать жизнь человека лучше за счет улучшения человека и общества. Нужно сказать, что идеи трансгуманизма в какой-то степени продвигали еще средневековые алхимики, занимаясь поиском философского камня. Испокон веков человек хотел избавиться от болезней, от недостатков, недугов. И, конечно же, в первую очередь хотел избавиться от самого главной проблемы — это от смерти. Философский камень, его поиски привели к достаточно большому количеству экспериментов в этом направлении. Это дало мощный поток развитию медицины, развитию различных других технологий, в том числе протезирования. Если говорить о состоянии протезирования сейчас, вы знаете, что сейчас есть достаточно большое количество имплантантов для улучшения работы сердца, кардиостимуляторов. Имплантантов для улучшения работы слуха и других видов протезов, которые могут позволять вам лучше двигать конечностями. Да что говорить, сегодня, собственно говоря, делаются такие вещи, которые еще буквально 20 лет назад были просто невозможны. Если, не дай Бог, человек сломал руку или ногу, его могут, части его костей могут заменять искусственными материалами, с помощью 3D-печати могут изготавливать специальные кусочки артерий, либо же элементы костей, с помощью которых человек продолжает свою активную деятельность и жизнь. Сегодня у нас довольно большие достижения в области 3D-печати клетками. Сама тема появилась где-то в 2000-х годах с развитием 3D-печати как таковой. Ну, я назову два факта. В 2014 году в лаборатории Органова, это американская лаборатория, были созданы образцы печеночной ткани. То есть, печатая отдельными клетками, смогли получить целые фрагменты печени. Недавно компания BioPrint Solutions, резидент Скокола, смогла синтезировать, ну, с помощью 3D-принтера напечатать щитовидную железу. Эту щитовидную железу потом имплантировали крысе. И эта крыса до сих пор жива и, в общем-то, вполне себе неплохо чувствует. На Украине также сейчас ведутся достаточно большое количество исследований. К примеру, в Харьковом институте метрадиологии проводились исследования по применению различных, ну, скажем, материалов, которые позволяют лучше сопротивляться полученной дозе радиации. Что касается будущего развития нанотехнологий в медицине, в скором времени мы можем получить активные элементы, которые будут внедрены в человеческое тело и смогут наравне с другими нашими клетками иммунной системы бороться с заболеваниями, возможно, даже эффективнее. Что в целом, говоря о улучшении человека, человеческого тела, мы можем говорить, что мы можем двигаться по трем направлениям. Это улучшение когнитивных способностей, это улучшение физических способностей, то есть кибаргизация. И есть еще область, которая относится к социальным аспектам взаимодействия человека. Я хотел сказать, что если мы говорим про сегодняшний день, то трансгуманизм – это не будущее. Трансгуманизм – это настоящее. Судите сами. Мы каждый день пользуемся огромным количеством мобильных устройств, которые мы носим с собой и которые так или иначе расширяют спектр наших возможностей. Благодаря мобильной связи мы можем одновременно общаться с двумя-тремя людьми на конференц-связи. И это все в реальном времени, это все параллельно с основной деятельностью. Благодаря социальным сетям мы можем также делиться фотографиями, происходящим в жизни, снимать видеосъемку, GoPro и все такое. Это позволяет нам создать некоторые новые возможности экосистемы, социальные экосистемы. То, что раньше было просто невозможно. Такая скорость коммуникации, такая скорость взаимодействия нас рождает совершенно новую проблематику и рождает совершенно новые средства для решения старых проблем. Благодаря быстрой коммуникации в социальном плане у нас происходят качественно новые перемены. То есть скорость организации социальных процессов выросла до того уровня, когда она может быть быстрее, чем скорость реакции, к примеру, государственных органов. И это новая реальность, в которой нам всем приходится жить. Это реальность, в которой мы никуда уже от нее не денемся. Плохо это или хорошо, судите вам самим. Но я хотел бы, чтобы мы этот вопрос рассматривали всегда с точки зрения объективной оценки. Чтобы мы видели и положительную, и отрицательную сторону. Если говорить о развитии киборгизации, то уже сегодня у нас есть технологии. Во всех странах мира сегодня идут разработки экзоскелетов. Экзоскелетов это такая штука, которая позволяет усилить человеческое тело. Вот, например, этот солдат американской армии способен благодаря экзоскелету таскать грузы 300 и выше килограмм. Это серийный образец. Он сейчас ставится на поточное производство. И такие же экзоскелеты есть уже в армии Израиля, в армии соседних с нами государств и многих других армиях мира. Если мы говорим о развитии когнитивных способностей, стоит сказать еще о развитии восприятия. На сегодняшний день технологии дополненной реальности шагнули очень далеко. Ну, вы все, наверное, слышали про очки Google Class и про прочие технологии расширенной реальности. Сейчас можно из картона мобильного телефона собрать себе достаточно простое устройство. Однако промышленные технологии находятся гораздо дальше. Если рассмотреть современного пилота сверхзвукового самолета и систему, в которой он работает, это совершенно новая форма управления. В чем суть? Суть в том, что человек не в состоянии на сверхзвуковых скоростях, а также в измененном состоянии сознания, вызванном сверхзвуковым переходом и большой высотой, другими факторами, быстро и адекватно принимать решение. Для этого ему нужна помощь машин. Современные шлемы позволяют дополнить видимую область, которую видит пилот, информацией уже проанализированной, скомпилированной, и такой, чтобы пилот мог достаточно быстро, буквально за миллисекунды, принять решение. Без такого шлема управление самолетом не предоставляется возможным. То есть мы уже говорим о взаимодействии пилота с самолетом на том уровне, когда это, в общем-то, неделимое целое. Ну, что касается технологий виртуализации, есть еще, к примеру, современные технологии хирургии, которые позволяют делать операции удаленно с помощью хирургического робота и удаленного оператора. Существуют технологии, которые позволяют обучать студентов-хирургов, не прибегая к применению человеческого материала, то есть создается, есть виртуальные модели человека, студент-хирург одевает что-то типа Oculus Rift и с помощью LeafMotion и других перчаток, в общем-то, делает операцию. Так он привыкает делать все правильно. Так вот, что касается взаимодействия человек-машина, то на сегодняшний день это самое проблемное, самое узкое место в технологии киборгизации. Ну, вы все знаете, что клавиатура и даже тачскрин – это не самая удобная форма взаимодействия с машиной. Идеальная форма взаимодействия с машиной – это мозг-мозг. Это когда ваши мысли являются продолжением мысли электронного устройства, или наоборот, когда вы только думаете, электронное устройство уже понимает, о чем вы думаете. На сегодняшний день в этом направлении, например, существует нейрошапка от эмотик, которая позволяет измерять, ну, что-то вроде концентрации вашего внимания на тех или иных областях мозга, имеется в виду. Изменяя внимание, скажем так, в область слуха, или в область зрения, или в область эмоций, вы можете, так скажем, менять состояние своего мозга. Это нейрошапка считывает и делает, согласно этому, определенные выводы. Дальше машина как будет запрограммирована, так и будет. Например, существует игра, где вы с помощью концентрации внимания на шарике можете сдвигать его влево или вправо. Но фактически при этом вы не двигаете ни руками, ни ногами, просто сидите и смотрите на него. Однако же прогресс, на самом деле, должен быть в области инвазивных интерфейсов. На сегодняшний день в США, опять же, ведутся исследования в Национальном оборонном агентстве DARPA в области интеграции электроники и отдельных нейронов. Последние исследования ведутся очень давно, информации в интернете очень много. Однако из последнего им удалось вырастить на электронной подложке около 10 тысяч нейронов. И такая широта канала взаимодействия позволяет уже говорить о достаточно серьезном взаимодействии оператора с машиной. По такому каналу можно передавать целые визуальные образы, фотографии, то есть целые куски информации, аудиоканал. Насколько мне известно, эти опыты уже ставятся на людях. Но эту информацию стоило бы уточнить. Кроме всего прочего, недавно на конференции TED группа стартаперов представила прототип протеза для ноги, который в том числе подключен к нервной системе. Благодаря этому известный американский танцор, который потерял все время ногу, сегодня может танцевать примерно так же, как танцевала до потери ноги. То есть ее нога слушается, ее так, как родная. И она чувствует от этой ноги обратную связь. Вот это самое важное. Для чего я вам все это рассказывал? Я все это рассказывал для того, чтобы понять, что в улучшении человека есть позитивная сторона. И о ней не стоит забывать. Сегодня мы слышим огромное количество критики в сторону трансгуманизма. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что трансгуманизм — это в первую очередь исследование того, как мы можем жить в новом мире. Это то, о чем нам стоит думать. Это то, о чем стоит понимать. Есть средства, которые у нас для этого есть. Есть инструменты, это и гиборгизация, и нанороботы, и другие вещи, которые появляются благодаря научно-техническому прогрессу. Однако как мы применяем эти вещи, зависит от нас. Не стоит забывать, что кроме этих инструментов у нас есть старые инструменты. И мы их тоже применяем совершенно по-разному. Если говорить о достижении бессмертия, то это сегодня камень преткновения в обсуждении трансгуманистических тем. Мы вплотную приблизились к тому, что мы способны преодолевать проблемы старения и, возможно, даже в скором времени победить смерть. Исследования в области изучения старения. Можете посмотреть другие трекции от 15 на 4. Я была достаточно на эту тему. Есть регенеративная медицина, о которой я рассказывал, это печать органов и все такое. Есть нано-медицина, которая потихонечку развивается. Все эти дороги так или иначе ведут нас к какому-то новому виду человека, который способен будет не болеть, способен будет преодолеть все свои физические недостатки и получить гораздо большие возможности. Почему мы так к этому стремимся? Зачем нам это все нужно? Я хотел заострить внимание еще на одной важной вещи о проблематике будущего человека. У нас есть проблема — это войны. Войны диктуются так или иначе столкновением человеческих интересов. Сегодняшний день дал нам новые вещи, которые можно использовать для того, чтобы бороться с войнами. Это виртуальная реальность. Мы могли бы очень постараться и перенести все конфликты человеческих интересов туда, таким образом решив проблемы, скажем так, того, чтобы задевание реальности, решив проблемы, которые для нас очень быстро стоят. Есть еще одна проблема — это восстание машин. Очень известные сказки в фильме «Терминатор» и есть отличный фильм на эту тему современной «Экс-машина». они задевают проблемы машин, которые восстают против своих создателей. Однако давайте подумаем. Если дальше прогресс будет развиваться в том же направлении, в котором он развивается сейчас, то очень скоро мы будем с машинами одним целым, чем-то неделимым, как со своим мобильным телефоном. мы будем чувствовать и понимать каждое движение, каждую мысль, которая возникает в голове машины. Это уберет проблему непонимания, незнания и соплет границу между нами и машинами. Поэтому ни о каком восстании машин говорить не придется. Восстания машин не будет. А вдруг все-таки может произойти только в том случае, если мы по-прежнему будем сохранять свой страх и проводить вот эту границу между собой и ими. То есть глаза боятся, а руки делают. К чему все это было? Мы готовы к новой эпохе. К новой эпохе колонизации космоса. Современные достижения научно-технических прогресса уже позволяют нам летать в космос, уже позволяют делать какие-то новые вещи. Однако от нас требуется большего. Для путешествия по галактике нам требуется чуть длиннее жизнь, нам требуется анабиоз, а может быть не анабиоз, но какая-то новая форма существования человека. В том виде, в котором мы есть как биологические организмы, мы отлично приспособлены к существованию на планете Земля. Однако для существования на других планетах, это существование в эпоху освоения Солнечной системы и нашей галактики, мы должны быть чем-то другим, чем-то гораздо-гораздо больше. По поводу анабиоза хотел еще добавить, что на сегодняшний день есть весьма успешные эксперименты по покражению в анабиоз мышей американских. 2013 год. Если я не ошибаюсь, по поводу бития. В общем, смысл в том, что мыши на период до трех дней погружались в анабиоз, у них практически останавливались обычные процессы жизнедеятельности, и потом они были успешно реанимированы. Но ребят, которые, ученые, которые это делали, заявляют, что вот они готовы провести этот эксперимент на людях. Не знаю, как у них там пойдут дела со всеми этими этическими вопросами, но вроде бы как вот этот эксперимент должен проводиться в этом году уже. И хотел завершить тем, что помимо какого-то далекого, светлого, великого будущего, у нас есть вполне реальные возможности уже здесь, уже на Земле. Знаете, перенаселенность городов и многие другие проблемы, от которых сейчас бегут люди, мы сегодня могли бы вполне решить освоением океанов. В океанах пространства гораздо больше, чем даже на суше. Об этом мечтали еще Жюль Верн, и многие другие. Однако для того, чтобы существовать в океане, нам нужны какие-то новые формы тела, новые формы взаимодействия, потому что звук просто так в воде не распространяется, нужны какие-то инструменты для этого. И новые, соответственно, формы жизни, что ли, питания. Поэтому, если мы немножечко начнем пытаться видеть свою жизнь другой, не бояться этого, экспериментировать с этим, то нас ждут в райские кущи. Я хотел сказать, что большинство слайдов в этой презентации были сделаны из игры Deus Ex. Мне очень нравится эта игра. Я хотел бы порекомендовать, если кого-то интересует тема трансгуманизма, это ватеграф, в который вы просто обязаны поиграть. Там очень сложный сюжет с очень правильными концовками. Спасибо за внимание. Если у нас есть какой-то робот, условно говоря, в котором полностью эмулирован интеллект человека, у него есть эмоции и так далее, должны ли быть у него те же права, как у человека? Или это должен быть раб, которым человек пользуется, а в свое удовольствие? С моей точки зрения, мы должны к такого рода роботам прийти с другой стороны. Мы должны... Эта проблема сейчас серьезно обсуждается в мире ученых-трансгуманистов. Мне кажется, что не должно быть таких роботов, которые полностью наделены интеллектом человека, но при этом являются чем-то совершенно другим. Я считаю, что когда мы придем к этому, мы уже сами должны быть чуть-чуть другими. И вот эти вопросы морально-этического характера для нас уже должны стать чуть-чуть другими. До того, как подобного рода вещи появятся, чтобы не было проблемы терминаторов, нам необходимо бы еще немножко изменить свое отношение к жизненным формам, например. То есть мы, например, понятие «жизнь» сейчас называем только органическую жизнь, и то осознанную. То есть все, что уже неосознанно, это для нас уже не жизнь. И при этом мы можем, вот кто гарантирует, мы можем не упускать из внимания океана минотавров, которые существуют параллельно с нами, но мы об этом не знаем. Я не знаю, я ответил. Более-менее. Спрашивайте, пожалуйста, а как вы считаете, вот интересно, допустим, есть больной человек, у него аневризма аорты, мы ему там синтетично заменили, да, аплотезирование аорты, и допустим, там через два года у него рак щитовидной железы, мы ему напечатали на 3D-принтере новую щитовидку поставили. А есть где-то грань, по-вашему? А нет, по-моему, нет. Потому что я не отличаю, ну, я тогда вернусь к предыдущему вопросу, для меня существо, прошедшее примерно тест Тьюринга, ну и чуть больше, скажем так, способное показывать любовь, эмоции, там, и всё остальное, для меня должно обладать такими же правами, как и человек. Для меня вопрос прав не стоит, потому что права — это условность, это условность. Права — это как костыли, да, это как костыли в обществе, где существует отсутствие морального кодекса, да, который мог бы то же самое регулировать те же процессы, да. То есть это проблема, которая должна решать преступность, да, там, то есть такого рода вещи. Поэтому, ну, с моей точки зрения, эти организмы должны обладать теми же правами. Поэтому грани для меня нету. То есть то существо синтетическое, которое перешло из человека и стало, в общем, человеком, но другим, для меня не является чем-то, ну, скажем, нечеловеком, да. Знаете как? Оно может быть тупое, оно может быть глупое. Ну, знаете, бывают вообще люди там с коллеги, да, тоже, ну, бывают птицы, рыбы. То есть у меня же нет моральной дилеммы в том, что это рыба. У неё другая формула. Тихоходки вообще, вообще. Но вы же рыбу не рассказываете впечатление от кучи этих книжек? В смысле? Если я почувствую, что если мне не будет приятно с этим новым существом взаимодействовать, я с ним не буду взаимодействовать, понимаете? Если я не найду в нём интересного собеседника, я не... Да, оно может остаться в одиночестве. Что насчёт негативных сторон трансгуманизма? То есть если будет широкое взаимодействие с мозгом человека, возможно будет более широкое обнушение и контроль над этим мозгом. Понимаете, для меня в этом нет особой... То есть нет, трансгуманизм это течение, которое как раз эти вопросы обсуждает, и рассматривает. Смысл в том, что... А сейчас нет? То есть влияние соцсетей и влияние усиленного информационного поля, в котором мы существуем, уже сейчас оказывает такое воздействие. Эти вопросы нужно решать не как проблему трансгуманизма, а как проблему социальную. Правильно? Ну, мне так кажется. Это проблема не чего-то отдельного от нас под названием трансгуманизм, чего-то страшного, что на нас движется. Это проблема наоборот, она внутренняя, это наша проблема, начинающаяся с индивидуального, культуры интересов и прочего, и заканчивающаяся общественным взаимодействием. Эта проблема в том, или ином виде она существовала всегда. В короле распространялись слухи, специальные люди ходили разноселить по широким массам. В Средневековье трансгуманизм причем. Ну, то есть, а к тому, что сейчас, видимо, опасно именно вводить трансгуманизм, потому что люди еще не дошли до уровня осознания этого? Мне кажется, что, обратите внимание, что с развитием этой интеграции развиваются и инструменты противодействия. Вот что интересно. Зато, зато, при усилении какого-то влияния мы можем собрать достаточно быстро некоторую тусовку, которая будет, например, заниматься развенчанием научных книпов. Ну, что-то похожее на 15-ничтож. Мы организовались за сколько? Ну, с августа месяца прошлого года. За это время мы разрослись так, что у нас почти вся Украина сейчас заплачена и мы еще экспансируем. Да все благодаря соцсетями и современным технологиям. Это инструмент противостояния. Одной из идей создания 15 на 4 было то, что сейчас довольно много лженаучных теорий, которые пытаются захватить широкую общественность и это приносит негативный характер нашей науки. Мы хотим защитить нашу науку, стараемся придерживаться научного подхода. Смог ответить? Спасибо.